В контр-в-контр получается. Появляется венга, появляется абадон. Всё довольно просто. И щиток набросить, и стан снять, и куча-куча всего ещё. В общем, довольно интересные пики. Поглядим, чем интересно это закончится. Начнём с представления команд, как обычно. Команда NLG, Спартан на венге, Мадар на Герокопт, 3x Калибр на Томпларке, Милан играет на Дазли и Мич на Слардаре. Команда 4 клевера или Прикон, Пайкат будет играть на Shadow Finny, Саксон, Найт Сталкер и EGM на абадоне, Никва, отыграет на Дарк Сири и Секси Бамбу достается Бэтрайдер. Видите, они уже используют наш лексикон. Словодавая у них это самая популярная, насколько я помню. Там ещё есть один молодой человек по имени Мадара. У него он тоже там парочки фраз научился за вчерашний день, так что всё хорошо. Да, так же, как и Комплексити, и все, кто сообщается. Не, ну на самом деле, я был удивлён, когда Спартан выдал прям такой прямолинейный поток, наверное, секунд на 30, знаешь, такой многоэтажный. Я его, разумеется, в эфире сейчас не буду повторять, но не я его научил этому, знаешь ли. И он, видимо, это знал ещё, видимо, готовился. Наверное, те же, кто научил на Тейла. Ну что ж, рун-контрол. Понятно, чем закончится Пайкат. Заберёт рун на себе, экскалибр рун на себе заберёт. Интересно, что у нас получается. Мадара со своей трипл-линией, а это Венга, Даззл и Гирокоптер, конечно, в углове с ним, эта трипл-линия окажется в Хардлейне, а Митч будет находиться на Изилейне. Причём, там будет Нико, ну да, ему, конечно, неприятно будет стоять, как к милишному герою против Дарксира. Но, в целом, я думаю, что Митч должен справляться. Потому что убить не убьёт, наверное, если не будет ошибок допускать. Ну и своё должен выфармливать. Видим, что у нас в миде происходит. Это Милан Экскалибур. Может быть, Милан немножко погоняет Пайката, но Мит в целом полностью, наверное, нельзя тут сказать, что кто-то из героев будет как-то доминировать. Я надеюсь, что команда НЛГ не будет забывать про стаки Эншентов, которыми должен заниматься либо Милан, либо кто-то ещё, ибо Экскалибр всё-таки надо будет бурставать тем самым. Да и Пайкатов тоже бы стаки в лесу не помешали. Согласитесь. Топ-лейн, кстати, пока у нас пауза, тоже стоит, наверное, обсудить. Там находится Экси Бамбу против Спартана, Мадар, ну и той самой Триплы, о которой я говорил. Ну, до Триплы пока дело не дошло, а Милан в миде пока находится. Но я думаю, что временно, хотя если Спартан с Мадарой будет соло справляться с Экси Бамбу, или хотя бы Бамбу мешать не будет, смысл Триплы там просто отсутствует, хотя Дабла должна убивать. Да, Дабла должна убивать. В этом я с тобой абсолютно согласен. Продолжая разговор, хотелось бы ещё кое-какие моменты отметить, но чуть-чуть попозже, потому что надо быть уверенным в том, что именно так оно и будет. Так, Спартан. У нас получается, соответственно, себе на стаке масло налицо, но здесь Бамбу умеет играть на Бэтрайдере. Бамбу это делал, Бамбу это знает, и для него всякие Венш, Фулспирит, Гирокоптер и так далее, и так далее. Но они, конечно, могут быть неприятными на третьем, четвёртом, пятом уровне, но прямо сейчас они ему не могут составить конкуренции вообще никакой, никакой конкуренции. А тем временем, кстати, на нижней линии Исаак соберёт и пытается обходить мяча, окей, потому что краша-то у него нету, и он ещё и... До ночи никак. Вот была бы ночь, Сайланс, и никакого бы спринта не было. Именно так. А если бы и... Ну, даже если бы был бы там, может, всё равно бы попытались убить. Пайкат в миде. 8 крипов, пока не отстаёт от него Искалер. Но и обратите внимание, что Стаки уже... Они уже делаются, активно делаются. С самого начала Испартан на хосте даже бежит дальше. Может найти EGM, и если что, там может быть даже спалить вражеские Стаки. Если это вдруг надо. Хотя, наверное, Пайкату они не помешали бы. Серьёзно. Пайкат в миде должен именно лидировать. Ну, Стаки, знаешь, они никому не мешают, они никогда не бывают лишними, потому что... А вот не все, знаешь, об этом как будто бы... Ну, не все этому уделяют внимания. Хотя в миде EGM как сапор для дабл-линии вообще супер как... Ну, единственное, что он... Ну, он вообще шикарен. Он... Ну, Пайката ещё по Парабулбей называется. Значит, очень сложно. Ещё года, наверное, два назад вообще в СНГ доте никто не стакал. Вообще никто не стакал. Так, ну, тут Firefly кончается, Сексимаму улетает. Работе, обратите внимание, что происходит с Аксой Нико. Серьёзно линию подпушивают, и мич вообще ничего не получает. Да, они уже просто пошли на него открытую, понимаешь, вот он, Войт, Ланкраш, сейчас будет разгон, можно вот идти. Можно вышечка пушится потихонечку? Да. И здесь я бы сказал, что у Флордара... Ой-ой-ой, у нас Версблат временем происходит, и это Спартан. Секси Бамбу убивает на топе. И байт Батрайдер. Ну, долетался. Дабла должна убивать, Дабла начала убивать. Всё довольно просто. Хорошо, ребята, сыграли, добавить-то и нечего. Батрайдера надо было убивать. Милан подключился. Слизерин Краш, в принципе, должен быть, но только на него мана в Мичи хватает. Пошёл спринт. И хочется... А, ну тут Войт, правда, тут и, наверное, вот так вот хорошо скрипами похилил Милан. С другой стороны, там два Айеншела плюс Секси Бамбу. И Секси Бамбу получает Сурж. Файерфлай за Мичием отправляется. Первый стакк Напалма переключается на Милану, начинает его сжечь. И, скорее всего, сгорит он. А, поиск подвышки. Да, достается Никве, и Никва не получает демиджи от вышки. Тут Манга есть у Сакси, он не стал жрать Мангу, чтобы дать Войт, что немного странно. Я бы, наверное, всё-таки дал. Там мой второго левела бы нанёс нормально-таки демиджи. Чуть замедлил, там Бамбу мог бы достать. Но, в принципе, один пока на карте, и всё пока только развивается. Так что, ребята, и пока Роли Моли. Да, Роли, тем временем, спокойно. И, кстати говоря, Мидл тоже, Икскалибур, в принципе, почти столько же крипов имеет, что и Пайка. Ну, 17-23, как бы, это как бы всё-таки шесть крипов уже, и, ну, отставание есть некоторое, но учитывать надо ещё то, что, например, Пайка отходит на рун-контроль. Я не вижу, чтобы Икскалибур ходил на рун-контроль, если честно. А, нет, нет, был баунтинг. Да, он ходил-ходил, Боттл пополнил. Ну, в принципе, СФ не тот герой, который может сбивать ему депрэкшн. Да, вот что я хочу сказать. Вот Секси Бамбу, он не зря там ходит. Во-первых, он сейчас будет фармить вражеские стаки. Это раз, да? Ему мало кто-то делает, помешает. Во-вторых, он может спокойно абсолютно выходить в мид на вот этого, как раз таки, нашего замечательного молодого человека, который тут есть, Икскалибур. Его закидать маслом, его фаерфлайм поджечь немножко, но пока что решает... Какой же там стак? Бартан заготовил для Икскалибура. Бартан, для Икскалибура, ага. Для Бэтрайдера всяческих... Нет, я имею в виду, что-то как-то... Я понимаю, да, я понимаю, конечно, что Бэтрайдер с Сеншенами не особо дружит, но все-таки... Но там некому стаки эти забирать, чисто даже в теории, так что думаю, что-то там пларка. Причем, смотри, что делается такси-бамбу, да? Он пришел, получается, этих големчиков оставил, они сейчас закончат сами по себе и еще, если... Сколько у них там время действует у нас? Хватит. Хватит времени до новой минуты, или нет, чтобы оно не заспавнилось новое ничего? Ладно. Проверим, как раз таки, а будет ли новый спот здесь? Будет. Так. Так, как-то вяло начинается по сравнению с теми играми. Игрем один почему-то стоит, он решил экспы, что ли, получить. Могли бы, наверное, изилейн использовать для того, чтобы там хотя бы, ну, почаще кто-то фармил. Понимаешь? Вот. Как-то один там стоит. О чем я хотел как раз таки сказать. Секси-бамбу оставил стоять этих маленьких големов и уже седьмая минута пошла и, соответственно, новый спот не заспаунился. Новые крипы не появились на споте, где оставались големы. Времени не хватило на это что-то дело. Здесь буквально несколько секунд там наверху, тем временем возможно возникнуть проблему Егейма. Получается, он встан в лицо. Тот же кулдаун довольно-таки неплохой щитком. Пытается спасаться. Там же Рокет Беретт. Он вбинается. И Мадара может погибнуть. Секси-бамбу уже здесь. Еще один стак сверху. Мадара выпивает бутылку. Ласку. Ее сбивает. Секси-бамбу Тепаут уже делает его партнер. А Мадара погибает. Да, у него уже два фрага на счету. Денежки-то. Две сто. Две сто, которые очень скоро превратятся в две триста. Когда они превратятся в две триста, там будет уже блингтагер. И знаете ли, на седьмой минуте иметь блингтагер на Бэтрайдере играешь, и при чем-то не играешь ни на миду и так далее, и так далее. Это очень-очень хорошо. Времени на нижней линии на мяча могут... Да, мало того, что ночь. Не знаю, вспомнил он про это или нет, но гирокоптер вовремя подключается. Мяч станет саксу. Сакса может погибнуть. Скорее всего, так и будет. Но в целом, работу этой дабл-линии можно оценить как положительный результат, потому что вышку ребята забрали. Если быть точным, то... Да, ее задестроили крипы. Так что ее не заденайл ни гирокоптер, и она доставилась команде 4сил. Они ее пушили, и при этом щемили... Они делали два дела одновременно. Щемили мяча, чтобы тот не получил блингтагер, который вроде бы стоит на изилейне. Ну и вышку спушили теперь вдобавок. Так что, положительных моментов много. Сами при этом получили много денег. Дарксер, как раз, уготовит и так далее. 2-2 счет на 8-м на 11-й матч. Открываем графики. Видим, что преимущество клеверов имеется в 2000 золота, ну и полторы там 1700 по экспе. Также айтембриф перед вашими глазами. Так, кстати, бомбу уже с блинком. Что важно, о чем мы говорили буквально назад. И это значит, что... поглядим на реализацию, потому что уже он полетел. гуляет меча, тащит его при этом параллельно. Он же даже никуда не уйдет. Тут уже EGM и ласхит остается дать. 2 стак на нем, а на спринте бежит, забегает за вышку и Дэдс Койла, мист Койлом, если быть точным, уже он так называется. ЕГМ его забирает. Если бы... Если бы пораньше все это было делать, если бы был хоть какой-нибудь вижен здесь, вот в этой стороне, ну... Как говорится, если бы у бабушки было, она была бы дедушкой, но... если не если. Калибр в этот момент забрался так. Тот, что был. 10 секунд просит подождать. Милан. И тем самым он поправил свое положение, но, как мы видим, байкат имеет несколько больше. То, что он зафармил на линии. Чисто по КС увидим. У него на сколько-то крипов больше, на 20 штук. И вот результат на табло. Да. В целом, можно пока уже к 8-й, даже к 9-й минуте сравнить то, что у нас происходило на линиях. Вспомнить, кто где находился. Ребята, мы отыграли лайнапы свои нормально, более-менее. И Калибр не особо серьезно просел по крипам. Ну, я бы сказал, что несколько проиграли, потому что Мич все еще пока без Блинкдагера и никак не может себя реализовывать как Слардар. И к тому же еще и сейчас могут они попасться. Сакса получает Метик Миссел сверху. Стан. Даже Никуин не бежит. Нам, давай, давайте, еще как бы решать этот вопрос. Более того, то, что нету у Слардара Блинкдагера, вот мне нравится на самом деле этот пик сейчас тем, а между последним вариантом, что, в чем польза Блинкдагера для Слардара. Ты сможешь вывергнуть и дать краш. В этом основная суть его. Пока ты заешь в краш, ты после краша накидываешь и дальше твои ребята или ты сам продолжайте разбирать лица. Вот в чем прикол-то. В том, что есть Венга, которая является запасным вариантом в данном случае. То есть основная ее роль здесь уменьшать броню и свапать. Ну и умирать. Ну когда ты свапаешь, умираешь. Какие дела? Я сейчас... Подожди, мало того же в центре, но тут нет стана. Понятно, Спартан уйдет. Вот там лас-то уже потрачено было на товарища Экскалибура и он отправляется домой. Домой, домой, домой. 34 секунды. Это вот сейчас как раз-таки вернемся к сексе Бамбу и к Бэтрайдеру. Он мало того, что уходит на блинке из-под кулдауна и продолжает лететь дальше по файрфлай. Его, скорее всего, мич найдет. Тут бойчик отбрасывается. Надеваться уже некуда. Блинкдагер 5 секунд. Спартан промакивается. Он еще раз уйдет на блинке. Magic Missile достает. Уже террорка сверху. Има пошла. Но Эсэкси Бамбу погибнет. Но он все равно свою задачу выполнил, во многом убив мидера команды MLG. В этот момент еще Эсэк пушил вышку. Смотри, какую главную суть хотел бы я рассказать. Так, подожди, дай-ка я закончу с той штукой, что венга здесь как раз-таки является запасным вариантом. То есть, если не попадает, допустим, если нету блинка, если нет возможности подбежать, а не блинковаться у этого самого мяча. И Эсэнга, который даст стант, за это время стану сможет добежать самый Слардар, как это было прямо сейчас, когда он промазал просто крашем начисто будущее. Вот, Грибль, как происходит сейчас. Кстати, Бороу Тайм будет. Поэтому, как это не атаку ЕГЭМа сейчас, но еще не имеет возможность это типа пайкат, который там как раз-таки собирался Рекомол Солс давать. Так что они неплохо сыграли здесь. Но еще минуты не будет как минимум ульты у Абадона и можно диварнуть и так далее, и так далее. Так что ты хотел отметить это в итоге. То, что НЛГ там, запасной вариант, ну пускай. Брати внимание, Трипл Лэй находился именно в Харлине. Затем. Ну зачем? Затем, чтобы щемануть героя, соперника, который там стоит. Да, если Трипл Лэй не убивает, она... Секси Бамбу имеет такой же НТворс, как и Гирокоптер. На Изи Лэйн отправляется персонаж, который способен фармить, является самодостаточным и способен там за себя постоять. Постоял ли за себя Слардар? Нет, конечно. Но в чем прикол. Тут уже на стадии Лэйнинга 4CL поставили свои ленинг так, чтобы переиграть соперника. Да, 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 да. Но мы изначально говорили о чем? Том, нужен ли Бринг Слардару прямо сейчас? Ну, знаешь, нет. Он ему нужен в любом случае, потому что это вопрос самой инициации. Если Венгер для того, чтобы синицировать, нужен вот такой рейндж, практически подойти вплотную, то у Митча рейндж Бринг Даггера получается. И это на хайграунд можно... И на хайграунд можно... А, что? Такси-бамбу, говорю, нашли? Да, нашли, что он ушел. Он увидел там еще одни сдайки и ушел откуда. Кстати говоря, там еще подключение уже идет. Здесь находится Сакс. На Мадара нападает. Здесь находится ЭГМ. Ещё сейчас щиток. Мадара уходит. Нападение от команды. Вошел не продолжается. Сакс оказывается несколько зажатым. И там уже его тиммейты могут... Ну, кстати, нет. Если бы они нападали, то там бы уже СМИДы подошли. Слушай, интересно, как они... У Мадары хорошая возможность. Прямо сейчас дать кулдаун. Есть, пошел кулдаун по четвериму. Сразу же. Влетает Экскалибур. Будет ли что-нибудь делать? Нет, у него не хватает... А нет инициации дальнейшей. Вот в чем проблема. Там уже пришел Сакс. Ребята забрали Дазла. А без Дазла не будет проблем больше. И Батрайдер цепляет далее. Сваткинги хорошо сыграно. Вполне себе предсказываемый. Пайкат разультил Самадара. А без кулдауна. Просто Рокид Бэджа пытается разбить там лица всем. Но не получится у нее это сделать. Игэм Боро Тайм пошел. Секти Бамбу на стакал бы хоть кто-то, но там пока не так много стаков. Боро Тайм закончился. Игэм от пресса в таверну. Далее будет проблему у Мадары. Но у Мадары есть крест на себе. Он пытается догнать. Соответственно, Дарк Сира. Дарк Сир уходит сюда. Нет, нет, не уходит. Потому что Сержим его... Хороший стан от митчи. Вовремя сумел дать его. Единственное, кто выживает в этой драке, это Пайкатище. Поэтому, да, ну, да. Четверых забирают вполне спокойно себе НЛГ. Но Байбек Дазла потребовался на это. А вот и, да. Между прочим, Блинк Даггер на митче. На Свардаре, которого мы так ждали. И который мы так обсуждали. Так что то самое преимущество, которое было, хоть оно было и небольшим у ребят из Кливеров, в самом начале этой игры, оно уходит в никуда. Дальше продолжение драки на миду. Так, приходит ИГМ. Есть кулдаун. Еще один раз. Удар. Два удар. Это будет очень-очень-очень больно. Спартан подхилил его, кстати, Милан. Так бы его, он все равно убивает. Там дэмэдж можно положить. Там я смотрел бой, сейчас появится у Сакса. Там еще и Мискойлом добавил ЕГЭ. Сюда митч уходит с Блинка. Минус миддл. Бэтрайдер за Миланом. Хочет прыгнуть. Лассо у него нет. Так что и прыгать нет смысла. Зато стаки пофармить смысл есть всегда. Да, там герокоптер будет драться за эти стаки. Но при всем при этом я бы не советовал ему это делать, потому что у него хп довольно-таки мало. Более того, у Милана нечем его сейвить, если что. То есть есть крест, но он может должен выбирать между Шадоуэйвом и крестом. И выбрать, ну, в сторону креста, окей. Уйти все равно очень быстро. Мадар не сможет. Чуть, во-вторых, сколько замедлений имеется у команды клеверов. Ну что ж, увидим Смоук от команды NLG. И будут понимать, что они делают, что делают клевера. Отличный раскастик в Саксу, получается сразу же сделать. Но Сакс слишком толстый, чтобы его убить. Более того, СФ умудряется забрать себе Аегис. Да, убили пока что только одного Найсталкера. Но цену Найсталкера взять себе Аегис. Заставить Аегис нужно сейчас, да. Это очень важно. Трафа пошла. Рискую дальше. Не рискую, ты у нас уже на хайграмм заходить-то не хочется. А план гора, потому что, да? Да, там и СФ мог бы разлетиться, Бэтрайдер кого-то увезти. Не стали нести потери. К тому же драться пришлось бы просто, ну, против Аегиса. Приятный момент. Ну и вышка немножечко сейчас будет бить. Минчем, наверное, добьют и здесь ТП. Прямо такое дерзкое наглое. Нет, ушки. Это был секси-бамбу, да. Это был секси-бамбу, который так и не подошел ко всему этому делу. Вот ладно, ребята из NLG отправляются на верхнюю линию, где там уже будут разбираться с Т1 Тауэром. Ну, давайте пока посмотрим, а это Мордор, что там имеется и игроков, и что кто готовит. На это Сталкер сразу решил заражить Иганем с Энджин-Яшевой СФ. Плюс Аегис, имеющийся Дарксирс Мекк и Блинкдаггер Бэтрайдер готовит Форстаф. Он уже готов к нему. Далее видим NLG. Тут, кстати, я на топ они заходят, и я бы здесь на месте Форс Элл. Ну, сейчас в такой ситуации можно попытаться что-то сделать. Они довольно-таки интересно подходят. Пайкат заходит сзади, у него есть Аегис. Да и нарывается NLG сейчас. Прожимается глиф, нажимает. Тут Сакс начал чуть-чуть продавливать, отвечает ракета ему. Нет, стоит сзади подходить Пайкат. Здесь он мог бы оказаться отрезанным от своих тиммейтов. Но задача, в принципе, такая... А чем его там отрезать? Лесом, что ли? Не-не-не, он бы оказался отрезанным. Ну, за лесом были бы его тиммейты, как раз-таки, если бы он в спину вышел в одиночестве. Учитывая то, что у Сакси Бамбу есть Блинк Форстаф, и он вообще готов выступать, и он здесь прямо... Да, он только сейчас сюда подошел, да. Ну, у него целый телепорт, которого не было, да. Значит так, что сейчас будет? А я сейчас расскажу, что будет. Сейчас клевера, которые собрались вроде как сначала подефать свою вышку, а потом убить NLG, понимают, что эти ребята отошли и собираются атаковать T1. Вот настолько они атакуют T1, более того, за T1 не будут драться на лжи ни в коем случае. Они пойдут обратно через, допустим, либо свой лес, либо вот так вот сюда. А тут их как раз-таки и встретят NLG. Либо они их встретят, либо они будут совершать достаточно глупую ошибку. Они разделяются и пытаются разделенно фармить. Поэтому клевера понимают, да, что значит... У них Aegis, надо этим пользоваться. У них Батрайдер, надо нападать. Довольно-таки интересно. Навязывать свою игру и забирать T2, во-первых. Я-то уже думал, что сейчас будет отходить, делать крюк и устраивать драку 5 на 5. Правда, если просветить Батрайдер и свапнуть, это будет неприятно. Конечно, все знают, что он там находится. Без фаерфлая теперь. Вышку забирают. Интересная реакция. Подходит Винга, Спартан идет. Секси-Бамбу, Флэйм Гвард кидает. Фу, Флэйм Гвард. Флэйм Брейк, изменяюсь. Бомбочку, короче, сдавил парниша. И вышку не добили. Скажем так, отошли пока. Интересно, если в планах дальнейшее нападение. Ну, а Aegis еще 2 минуты будет находиться Пайката. Очередной. Секси-Бамбу, экскалибр отступает, Пайкат быкует. Идет наперед, получает Magic Missile. Уже за вышкой, драться, сыграется. Секси-Бамбу, экскалибр цепляет. Ему нужно спокусить. Он возит слишком далеко от своих тиммейтов. Его никто там не может убить. Ну, сейчас мы поставили стенки. Там уже все. Стенку, извиняюсь. Там уже, конечно, подоспели. И остальные смогли бы забрать. Мадара, в том числе, уже Сакса на хай-граунде догоняет. Забирает его. Это минус 2 основных героев команды NLG. У них, кстати, нету байбека. И поэтому никто не помешает Лепреконам пойти и ломать. Да, вот это вот и Батрайдер вам. Ой, встан. Мич. Зря. Он просто не страдает. Брата секси-бамбус играл сейчас. Неплохо, кстати. Он его там заставил, наверное, подумать. А может, ты в следующий раз так сделаешь? Уже будет хуже. Вышку. Ребята, я ж говорю, никуда от Никва. Но Пайкачи разбирается. Желтый. Вот еще раз он так сделал. И опять же отправляется за мой. Милан дает крестик. Этот крестик дал и дал. Окей, дайте успеет. Мич похиляется. Прид опять будет давать краши. Потому что добили Т3, и Бараки не хотят трогать, ребята. Я уже думал, что сторона. Но с другой стороны, Аегис скоро кончится. И это тоже надо делать понимать. Понимаю, что кончается Аегис. Сваливаешь, дабы не было такого, как в матче вчера. Когда была Империя против Аеги. И в один момент у Паши был Аегис. Он шел на спектре на своей. И умер в тот самый момент, когда Аегис начинает кончаться у него. Ну, вернее, там осталось секунд 20. Да, и Паша пошел, прям понимая, что скоро он кончится, в лицо размениваться. И именно в тот самый момент, когда ему сносят чуть ли не последние тузкие хп, его начинает регенить. А Аегис, который пропал, разумеется, это быстро сбивается дэмэджем, который туда входил. И Паша умирает. Ну, дабы такого не произошло, он буквально сейчас за сэм зайдет. Пару кайлов в одну сторону, в другую сторону. И отрегенится. Потому что по-другому реализовать Аегис уже не получится. С другой стороны, ребята, из-за наложения по твоей койшке. Ну, и сейчас начнется жара. Потому что еще один глиб от команды Либеров. Да, там-то будет еще продолжение. Но в этот момент-то мы знаем, что Аегиса нет. Зато дабл-дамок свои сэфы. Кстати говоря, они должны тут показывать что-то. Смотри, сейчас будет Смоук. Да, так знают. Уже здесь. Или без Смоук, даже так решили. А, прям в открытую секси-бамбу зажигает Файерфлайн. Мич заходит здесь, и все-таки позиция... Проблемы. Не-не-не, пока что у команды Форсиел. Нико получает стан. Он не смог никого стянуть. Как бы не погибнуть сейчас. Матара. Форстав здесь. Мич погибает. Стенка уже стоит. Милан под крестом. Его там заберут, скорее всего. Здесь мы видим, как падает Матара. Сакс за ним никак не отстанет. Они расплитали всех. Они не смогли сделать так, чтобы НЛГ смогли собраться вместе и надамажить. Это уже минус 4 взамен. На никого не отдали Форсиел. Просто никого. Спортан еле-еле уходит с телепорта. И понимает прекрасно, что вся его команда, которая, как бы, капитаном, которая не является, она остается... Да, вот он, кстати говоря, файт-рекап. Две тысячи золота фактически ровно получила команда Форсиел. Тысячу потеряли. Неприятно, конечно. А теперь еще и могут потерять вышку в миде. Линия там как раз уже подпушилась. СФ лидирует пока. Именно так. Все с половиной тысяч по золоту, даже уже около восьмерки. По опыту, там, ребят, то же самое преимущество, ребят, из... Ай... Из Форк Хловерсона для прикона, конечно же. Появляется дезолятор на 22-й минуте у Экскалибура, и это плохо. Это плохо. Для НЛГ. Сейчас, сейчас полетят рарочки, говорится, у всех тех, кто ставил. На этих ребят. Но, на самом деле, иногда порой круто бывает поставить на команду, которая не является фаворитом, допустим, на одного из матчей. Чтобы, если что, потом срубить неплохо. Особенно, если эта команда и умеет играть, и имеет такие легендарные имена в своем, соответственно, ростере. Да, поглядим, что будет дальше. Сейчас у команды, у команды Форсел появляются некоторые преимущества, но возможность отыграть на смоку, которую на ЛГ всегда имеется. Они очень много могут получить, например, за того же самого СФ, а убить его, в принципе, пока. А вот теперь посложнее будет. Появляется весьма ключевой айтем под названием Black Inbar. Теперь будет это не так-то просто. Если бы до этого сейчас под смоку можно было бы убить СФ и сорвать куш, мало того, что там небольшой стрельк имеется. У СФ довольно скромная КДА, этот 2-0-2. Но у него нетворс там, ого-го себе. Именно так. Ну, сейчас, ребятки зайдут, какие-то поражатые уже давно. Выходит, встретит в первую очередь Милана на Мирана. На Милан идет выход, он должен будет потратить себе крест, чтобы... Он не денется, несмотря на то, что он заметил, как следует... Да, тратить крест делает ТП-Аут, это значит, что остальные ребята из НЛГ... Хотя вот она, стяжечка, которая позволяет заразить даззл, минус даззл. Далее Секси Бомбо и компания могут идти драться дальше, потому что никто не спасет чуть-чуть других ребят. Если я не хотела поражать Секси Бомбо, он бы мог цепануть даже кого-то. Не получается. Раз. Вот. Секси Бомбо сейчас будет атаковать, соответственно. Заберут вышку, это последняя внешняя вышка. И вот уже потом надо будет сходить за Аегисом. Вот, кстати говоря, вот-вот появится. Глядим сейчас вот уже туда-сюда, с секунды на секунду, но и без этого. Пока, кстати говоря, нападает команда Фосел. Они здесь поставили центр. Я думал, что там и ОПС бы не помешал бы. Секси Бомбо под Сержем вытаскивает Пертона. Это главный враг команды. Стеренкость тяжка! Вот это да! Ну, тут одним лишь Дарксиром сыграно хорошо, остальная команда здесь добавляет. Конечно, приключение уже два ББКа. Герокоптер Тэмп Ларка. Можно уйти всем живым, здоровым. Хотя и кулдаун потратили, и много чего еще. Очень много ресурсов потрачено на НЛГ. Как и скиллы, так еще и финансы. Клевера развернулись, на самом деле, и могут дальше продолжать, потому что... Потому что... Потому что у них есть все абсолютно. Саренс получает лицо Мадара. Тут же приходит Мич. Мич чуть было не умер, потому что Селедкин спрят. Еще одна стяжка. Мадара получает крест на себя, но, разумеется, отъедет ставерны, как только. Ну, так сразу. Да, вот он, Рэк Молдсоуц, пару кайлов экскалибр туда же. Милан тоже отправится на фонтан. Там огромный дермат он поставляет. Ну и ультра килл. Да, Файбек отлично. Но, при всем при этом, сколько будет, они там боевиков не выбивались, как бы они там не дрались. Не убили вышку, не сбили, да, не сломали Т3. Она все еще стоит, право, Ракия, разумеется. Молчу вообще еще. Секси-бамбу 10 секунд до лассо, 15 секунд до появления форстафа. Это значит, что он скоро сможет, опять же, на второй круг. Урнованность сталкера перезаряется через 2 минуты. Он, кстати, получил усталый лицо, тут еще и Мич подходит. А, ЕГМ, ЕГМ получает отходящего урона. Все, что только может получить. И Спартана тоже привезли, слушай, этот конверт до сих пор не кончается. Я думал, что ребята сейчас отойдут, впоследствии после серии киллов пойдут, заберут АЕГИС. Но у них все так хорошо пошло, что им даже уходить никуда не нужно. Они разберут Бараки и сейчас, если еще какую-то ошибку сделают НЛЧ, хотя тут уже сложно что-то исправить. Но они потеряют уже еще одну линию точно. Врывается Мич, дает станд. Вообще не ощущает этого команды ФСЛ. Они отступают с акса, зная, что, ну, что там ему сделает станд в кулдауне у Слардара. Сбить ТП никто не может. Теперь спокойно вернуться к Рошану, забрать АЕГИС. А черная линия на готове. Мы видим, какое преимущество даже чисто по Нетворцу. График открывать не вообще страшно, там огромные цифры. Лишь один СФ, сколько денег в нем сконцентрировано, и то, что он имеет у себя на руках, уже о многом говорит. В Курьере, кстати говоря, летят такие вещи, как Гвардиан Грифс и Ассалт Кирас. Да, весьма полезные айтемы, но ребятам нужно сводить место под, соответственно, АЕГИСы. Да, Кираска приехала. Аквилу можно продать, на самом деле. Ну, либо стики. Стики могут еще и помочь. Не знаю, чем на 26-й минуте, но пробовать такое, что реально продает Аквилу, покупать себе стики. Неважно. Важно то, что клевера, да, зайдут на Рошана. Более того, это понимают Лонжи. И куда идет Милан в первую очередь? Господи, может быть, хватает его с Акси-бомбу, затягивает на клевер. А ведь это такой важный момент сейчас, потому что сейчас за Рошана фактически будут драться обе команды. И тут Сешкостянка уже... Вроде бы не влажает боюгаун, далее Пайкат. Это ГГ, ребят. Ну, вы просто посмотрите на это. Это уничтожение. Какая хорошая работа Дарксира. Ну, это... Мне сказать нечего. Это Нико. Как и ВП? Поздравляем ребят, соответственно, из первого с победой на первой карте. С уверенной победой на первой карте. Она была превосходной. Ребята просто показали свое мастерство. И сейчас мы будем с вами что-нибудь проанализируем. То, что мы видим сейчас на своих экранах. В первую очередь, я опять же хочу отметить то, как это играл Пайкат на Эсэфе. И даром банят Эсэфа.